Но и популяризация, и продвижение, как сейчас говорят, и расширение привлекательности этой темы на самый широкий круг людей. Все это было на конференции. Огромное спасибо организаторам за то, что эти события состоялись. А конференции предшествовало возложение венков к обелиску, памятному, очень давнему, старому, ценному, легендарному. И это было тоже очень приятно и важно. Пример такого чистого, беспримесного героизма, отчаянной храбрости. Ведь люди, вот этот отряд Красовского, он шел спасать монастырь, шел, понимая прекрасно, что противостоит им огромная сила, в 10 раз превосходящая. Они на смерть шли. Плоскости российско-армянских отношений, которые изначально всегда означают братство и совпадение интересов, что очень важно. Может быть, чуть нейтральнее скажу. Братство и симпатия, безусловно, все это есть. Но очень важно показывать, что на протяжении столетий совпадают геополитические интересы двух культур, двух государственностей, так скажем. Представление об объективной реальности, которая в прошлом существовала, исказили. И сами, может быть, даже в него поверили. То происходит то, что произошло, к сожалению, на Украине. Когда руководители этого государства на протяжении 30 лет с большим или меньшим презрением к действительной своей истории ее искажали, сами в результате в это поверили и стали принимать решения, основываясь на выдуманном опыте. На не настоящей истории, а на лжеисторию, на фейковой. И довели свою страну до краха. Продолжение следует...